Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге Даниила и обратимся сейчас к седьмой главе. Седьмая глава начинает содержательно и стилистически новую часть книги и, в общем, совершенно по-другому она рассказывает нам о другой теме, не о том... Вернее так, это тоже разговор о земных человеческих царствах и царстве Бога, но в совершенно другом жанре и другими средствами. Вот здесь мы увидим с вами весьма многочисленные образы, картины, которые видит и описывает автор, тоже названный Даниилом. И эти картины действительно вот характеризуют апокалиптику, характеризуют попытки людей рассказать о том, что, так сказать, явится итогом нашей истории. Вот оно подводит, подводит к определенной черте, рассказывает, как это было, и выявляет, если хотите, некие тенденции, как прогноз, который позволяет предположить, чем дело кончится. Вот апокалиптика пытается какую-то такую логику проследить и увидеть. Именно идея причинно-следственных связей между тем, что было и тем, что будет, часто одушевляет апокалиптиков, этим отличая от пророков. Потому что пророки говорят о сегодняшнем нравственном выборе и о том, что если человек делает один выбор, то будет один результат, если у другой, то другой. И объясняют, к какому нравственному выбору призывает Бог. Да, у апокалиптиков, в общем, логика немножко другая. Теперь, пожалуй, еще надо сказать, что вероятно, в силу культурно-исторических причин, язык апокалиптиков, образная система, очень такая впечатляющая, очень живописная. Поэтому мы увидим много здесь таких деталей, без которых вообще невозможно представить себе этот жанр. Но при всем том, за, под вот этой системой зрительных образов, во многом мы наблюдаем новую попытку сказать о том же, о чем говорили и предыдущие, более древние главы. По-видимому, начиная с седьмой главы, все-таки мы имеем дело с текстом, который формируется, ну, где-то на два условно, как сказать, столетия позже, чем предыдущие. Итак, вот седьмая глава. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон. Ну, здесь просто прям вот в некоем царстве, в некоем государстве, конечно, никаких отсылок к Валтасару, царю Вавилонскому, нет, а язык, наоборот, выдает серьезное персидское влияние. И вот видел пророческие видения головы своей и записывает этот сон, изложив сущность Дева. Вот он говорит, я видел, четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Море, которое символ смерти. В море жить невозможно. Еще никто не изобрел подобную лодку. Море – символ такого вот места, откуда с одной стороны что-то может вылезть, выйти, а с другой стороны ничего хорошего оттуда выйти не может. Море, когда библейские авторы хотят сказать о величии, всесиле и Богу, они говорят, что даже море подвластно ему. Это какая-то такая вот стихия пугающая, смертоносная, страшная. И вот из моря выходят четыре зверя непохожие. Один как лев с крылами-орлинами, ну что-то такое а-ля Грифон или а-ля эти самые внешне напоминающие крылатых быков на воротах Ниневии. Вот еще какие-то химерические образы зверь, похожие на медведя и три клыка во рту. В общем, жуткие существа, жуткие, встающие на дыбы с когтями, пугающие. И вот все это вылезающее из бездны, оно жуткое, страшное, оно смертоносное, оно явно, ну какое-то бесчеловечно жестокое. Знаете, даже нормальный лев без крыльев, он и то все-таки гораздо симпатичнее оказывается. И медведь тоже, ну, страшный, конечно, зверь, но с этими какими-то клыками, которому сказано встань, ешь мясо много. Причем эти клыков три, просто какой-то шерстистый, ну, сорок, а не медведь. Ну, ужас. Еще там дальше барс на спине, четыре птичьих крыла. Видимо, как у, не знаю, кого, как у жуков, да, два надкрылья и еще два крыла. В общем, что-то такое жуткое. Автор специально подчеркнуто говорит об пугающем облике этих зверей. Такого не бывает на белом свете, это подобие. Причем подобие действительно чего-то именно химерического, с чертами разных существ. Львы с крыльями, медведи с тремя клыками, барс на спине, у которого птичьи крылья. И четвертый страшный, ужасный, с большими железными зубами. Вообще непонятно, на кого похож, только вот зуб у него железные, да, протезы такие были популярны в конце прошлого тысячелетия. Стальные, не знаю, трудно себе представить что-то такое вот бесчеловечное, пугающее, жестокое, не похожее на реальные творения. И еще раз скажу, сочетающее в себе разные черты. И, понимаете, уже к этому времени в плоти крови читателей, подобного рода литературы, иудеев, войдет, в общем, даже не только буква, но и дух кашрута. Войдет, я бы сказал, инстинктивное отторжение от всякого смешения. Закон Тора в том виде, в каком она сложилась после плена и во время плена, в его второстепенных каких-то частях, не в десяти заповедях или основных фундаментальных заповедях, но в особенности повседневной религиозности и так далее, отвращается от всякого смешения одного с другим. Там голубую нет, кус красной нельзя. Хотя, ну подумаешь, какая разница, что в этом может быть духовного. Да ничего, просто смешивать не надо. Смешивать там, не знаю, рыбу с мясом на одной доске нельзя резать. И одним ножом. Или еще что-нибудь подобного рода можно найти миллион правил, где любое смешивание чего-то с чем-то будет запрещенным. Это, если хотите, отчасти воспитательным моментом. Поэтому для читателя Библии, в том числе для того, кто читает вот эти тексты в то время, когда они еще не вошли в Библию, весь этот зоопарк выглядит просто тошнотворно. Потому что в нем именно все перемешано. Именно барсы с крыльями, медведи с железными зубами или с чем они там, с тремя клыками с одной стороны и крылья у львов, вот это вот все. Но я даже думаю, что и в наше время тоже нам трудно это себе представить. Мы немножечко отвыкли. Хотя тоже ощущения самые пугающие. Вот эти звери, которые вылезают из моря. И для любой апокалиптики мы увидим нечто подобное. Там могут быть разные символы, зашифрованные, что означают крылья, что означают 10 рогов у последнего зверя. В какой последовательности здесь это все происходит. Но вот эти страшные существа, вылезающие из бездны смерти, из пропасти, где не может быть жизни. Ну вот. И все это Даниил видит. И уста, говорящие высокомерно. Вот мы, конечно, с большим увлечением пытаемся объяснить, какой зверь чего обозначает, какое царство. Но по большому счету это может быть и вообще невозможно. Наверное, для автора. Автор что-то имел в виду. Но если эти детали вообще что-нибудь означают, то шифр едва ли поддается переводу. Гораздо важнее вот что. Что Даниил говорит дальше. После всего. Видел я, наконец. Поставлены были престолы. Причем не один, много престолов. И воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег. Волосы его, как чистая волна. Престол, пламя огня. Колеса, пылающий огонь. Значит, этот престол, он не просто стоит. Он еще и движется. И у него колеса. И как князи Килича перед этим писал. Эти все колеса сразу во все стороны. Вот что-то такое. Это не просто удобное кресло, этот престол. И вот ветхий днями, говорит Даниил. Ну, во-первых, Бог – это тот, кто видел всю историю мира от начала. И именование его ветхим днями, оно в этом смысле вполне законное. На этом факте основано. Бог – древнее мира. Конечно же, автор видит здесь некоторую бесконечную, может быть, продолжительность времени. Да, автор предполагает время к подобным какому-то линейному измерению. Где когда-то в какой-то точке мир начинается и там продолжается. Еще неизвестно, сколько будет продолжаться. Но Бог был раньше. Поэтому Бог заведомо старше этого мира. Вот на этом основаны именования его ветхим днями. Тот, кто был до этого мира, кто был причиной, кто словом сотворил этот мир. И кто говорит, и был вечер, и было утро, день первый, и там тьма над бездной, Дух Божий носился над водами. Силу исторических и культурных причин для автора и читателей невозможно, ну или почти нереально. Представить себе вечность как-то иначе практически нереально. Поэтому вот только бесконечное время очень и очень длинное. Поэтому Бог называется ветхий днями, потому что он существует бесконечно. Ну вот, так думает этот человек, таким способом. При этом, надо сказать, что образ ветхого днями, хотя и популярный в поздние времена у иконописцев, ну, в общем, так особенно не прижился. Надо сказать, а Стоглавый собор в Москве в конце XVII века вообще запретил использовать в иконографии такого рода изображения. Тем не менее, вот она основана на том, что Бог древнее мир, и он причина. Теперь одеяние его было бело, как снег, волосы, как чистая волна. Вот. Такой образ не похожий, с одной стороны, на этих всех зверей. А с другой стороны, речь идет о том, про кого можно сказать. Он старый, древний, вечный, у которого одеяние белое причем. Они вот эти вот все жабообразные, зеленые, эти бородавки, да, волосы и так далее. Вот что-то такое подобное человеку, или наоборот, человек скорее подобен Богу. Что-то такое не зверское, не жуткое. Вот что видит, каким видит это царство, начинает видеть Даниил. «И огненная река выходила и проходила перед ним, и тысячи тысяч служили ему». «Огненная река, которая выходит из-под престола и проходит перед». Это образ, заимствованный, конечно же, из последних глав книги «Изекииля», который тоже становится таким, если хотите, географическим признаком небесного Иерусалима, там, где царит Бог, там, где совершается полнота Божьей власти. И вот еще один образ, тоже важный, системообразующий в апокалиптике. «Судьи сели и раскрылись книги». Значит, есть некие книги, в которых записаны судьбы мира. Или чуть позже, к Новозаветным временам, появляется представление о том, что там записаны имена тех, кто будет оправдан и кто не будет оправдан. И судьи сели. И вот начинается здесь некий суд. «И видел я тогда, что за изречение высокомерных слов зверь был убит в глазах моих». Собственно говоря, это примерно то, что в предыдущих главах могло занимать целую главу, а здесь занимает полстрочки. «За высокомерные слова зверь уничтожен». Уничтожен. Вот это жуткое существо, убийственное порождение смертельной бездны, за гордыню, за высокомерие, причем даже не говорится по отношению к кому, подразумевается за высокомерие по отношению к Богу. Вот оно уничтожено. «И у прочих зверей отнята власть их, и продолжение жизни дано им только на время и на срок». На время и на срок. Вот это вот все, что в нашей жизни с вами напоминает этих зверей, агрессия людей против друг друга, обман, гордыня, высокомерие, тупости, злоба и хула, и все, что угодно, насилие и грабеж, все это, вот все эти звери из смертной бездны только на время, не навсегда. И это благая весть. И это уже не просто хорошая новость, это благая весть о том, что торжество зла, смерти, греха и распада в этом мире не навсегда будет по-другому. И вот видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Вот среди всего этого монструозного зоопарка, жуткого, пугающего, вот безжизненного, который может нести только смерть, и ничего больше, кто-то похожий на человека, как бы сын человеческий. Даниил, конечно, оговаривается, чтобы мы не видели эту картину слишком буквально, он говорит, как бы, похожий на сына человеческого. Подведен к ветхому днями, и ему, сыну человеческому, дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена, и языки служили ему. Это слова, которые были довольно прочно забыты иудеями к Новозаветным временам. И потом христиане тоже с наслаждением забывают эти слова. прямо вот хлебом не корми. Но, тем не менее, Слово Божие говорит, вот она власть, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Никакой возможности для национализма, в том числе и религиозного, у нас нет. Все народы нужны Богу, чтобы все народы, племена и языки служили ему, ему одному. И нет у нас ни права, ни возможности сравнивать, кто кого в этом плане превзошел. И уж тем более нет ничего глупее, чем бить себя пяткой в грудь и забывать, что мы народ богоносец. Потому что власть дана Сыну Человеческому, чтобы все народы, племена и языки служили ему. И владычество его, владычество вечное. Нравится нам это или нет? Бог не различает наших национальностей. Не различает. Для нас это может иметь значение, там культурное, все такое прочее, но не для Бога. Глядя с небес на этот мир, Бог видит сердца людей, а не политическую карту. Вот что, собственно, означают эти слова, помимо прочего. Но еще, конечно, последние слова 14 стиха. И владычество его, владычество вечное, и царство его не разрушится. И здесь, конечно, цитата из первого сна Новых худоносора, где камень нерукосечный, катится с горы, разрушает все царства, все царства, во все времена их. Царство, сын и человечество не разрушится. оно будет таким же вечным, как ветхие днями. Это будет нечто качественно отличающееся, превосходящее все вот эти вот звериные царства, земные, человеческие. Да, и вострепетал дух вы во мне, Даниэля. Даниэль спрашивает у одного из тех, кто здесь присутствует, в его видении об истинном значении. Ну и дальше вот здесь же и объяснение дается. Ну это такой тоже характерный прием жанра. Сначала видение, потом объяснение. Сначала притча, потом толкование, как в притче осеятеля в Новом Завете. Вот. И вот ему говорят, это четыре царя, а потом примут царство святые Всевышнего, будут владеть царством вовек и вовеки веков. Святые Всевышнего, те, кто принадлежат Богу. Звери это четыре царя от земли, а потом будут царствовать те, кто принадлежат Богу. Ну конечно хочется, чтобы эти четыре царя оказались конкретными названными по именам, а потом будет дальше все хорошо, потому что вот святые Всевышнего. На самом деле где-то здесь, понимаете, странным образом пересекаются время и вечность, поэтому, к сожалению, так оказывается, что чаще всего вот эти четыре апокалиптических зверя, они все время где-то рядом, и мы все время в их пространстве запутываемся, а царство святых Всевышнего, оно немножко перпендикулярно нашей жизни, вот, поэтому это оказывается немножко упрощенная картина. Тем не менее, вот Даниил просит точного объяснения о четвертом звере, который очень страшен, с зубами железными, когтями медными, десять рогов и все такое прочее, я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. Ну, вообще, конечно, традиционные толкования говорят о том, что это десятый рог этого последнего зверя, это имеется в виду Антиох Епифан, который задумал окончательное решение еврейского вопроса, причем гораздо более умное, чем в 20 веке, и поэтому он уничтожает не столько физически, сколько он запрещает чтить Бога Израилева, и рассчитывает на то, что достаточно быстро лишенные веры эти люди ассимилируются со всеми остальными народами царства, вот и он побеждает превозмогает святых пока не являются ветхи днями не вмешивается ветхи днями тут собственно, как вмешательство Бога в качестве защитника принадлежащих ему людей святые всевышнего это не отличники боевой и политической подготовки, а это те, кто принадлежат Богу, кто признали власть, владычество Бога над собой ну вот и когда ветхи днями приходит и вмешивается в ход истории вот это и есть суд он на стороне вот этих принадлежащих ему людей как защита ну вот ну и дальше там еще продолжается толкование зверей зверь четвертый четвертое царство будет пожирать всю землю десять царей там ну да не все канули в лету и какого царя обозначал третий царь какого четвертый какой первый рок второй десятый ну в общем не так важно а то и может быть даже и совсем не важно а важно что они все произносят слова против Всевышнего и угнетают святых Всевышнего собственно вот Антиох Епифан запрещает верить славить Бога Израилева приносить жертвы в Иерусалим что такое и даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон и нельзя будет праздновать субботу исполнять закон там разнообразные предписания закон ничего нельзя и преданы они будут в руку этого десятого царя до времени и времен и полувремени ну вот сколько и снова совершенно не важно какое время имеется в виду может быть Даниил что-то зашифровывает в этом выражении а может быть и вообще ничего и по-настоящему важно только то что Бог знает Богом определено некоторое время в каких-то единицах измерения которые мы не очень себе представляем но важно что это Богом определено до времени времен полувремени а потом вас сядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять и царство и власть дано будет народу святых всевышнего царство и власть народу которого царство царство вечное вот собственно о чем разговор в этой главе царство вечное которое изначально принадлежит ветхому днями к нему приводят сына человеческого ему это царство дано и это царство в народе святых всевышнего в котором соединяются все народы племена и языки в том числе в том числе в том числе Продолжение следует...